всем привет с вами кекс сегодня мы будем делать вот такой вот очень интересный и мега вкусный тортик шоколадный герман я не уверена если честно называется ли он именно так но в моих рецептах которые я предлагаю клиентами делаю сама для себя я его и прозвала именно так первое что мы должны сделать это растопить 50 грамм сливочного масла то есть нам нужно будет чтобы это снова у нас потом остыла в общем не буду вас заранее нагружать вот поэтому начнем мы с этого 50 грамм сливочного масла мы всыпаем 3 столовые ложки какао-порошка это нам нужно заварить в масле так делают когда варят шоколад если вы просто допустим добавите в крем потом у нас какао в холодный она не даст такого насыщенного шоколадного вкуса если мы делаем вот так и когда у нас масло все впиталось в какао добавляем туда 50 грамм молока для того чтобы у нас была такая однородная текстура чтобы мы потом хорошо это все в креме у нас размешали без всяких комочков ну и сейчас я быстренько все это перемешиваю вы видите вот она доходит до кипения и получается вот такая вот густая какао масса очень пахучая если бы она еще была очень сладкая то тогда она прямо на вкус вообще как шоколад было бы очень вкусно я близнула чуть-чуть попробовать смотрите следующее оставили нашу какао массу остывать потому что она пойдет у нас сливки нам надо чтобы она была холодная у меня желатин доктор от кир он 10 граммов и но он очень хороший то есть мне достаточно пол пакетика то есть 5 грамм я высыпаю желатина и замачиваю где-то 25 грамм водички перемешиваю слегка его чтобы промокли все зернышки чтобы желатин равномерно набух и отставляю пока я буду заниматься остальными делами то есть буквально минут на 15 это надо отставить следующее вот у меня сливки и заварная основа заварной основ я уже переварила кучу кучи и вы наверняка на моем канале видели эти видео это и пломбирный крем и разные там кремы с маслом поэтому я вам ссылочку оставлю на заварной крем а показывать как я его делаю не буду здесь у меня заварного крема на 250 грамм молока и два желтка посудину я у себя высыпаю пол килограмма сливок где-то ой даже не где-то это 30 процентная жирность сливок у меня я все время беру 30 процентные вот если у вас есть там в городе что вы можете достать 33 это вообще классно на каждую я вам уже говорила сливки у нас не очень любят сахар поэтому на каждые 100 грамм по 1 столовая ложка с горкой сахара то есть 5 столовых ложек сахара каким сливкам заварная основа у нас ну натурально сладко то есть она не как сироп допустим в крем мы карамельный или пломбир ой не пломбир творожный она именно такая с не сильно приторно-сладкая она такая что ее можно есть самой как на наполеон рубаваря девочки часто пишут что у них в пломбирном креме немножко получается крем комочками я сразу спрашиваю вы добавили заварную основу сразу в сливки или в начале сливки чуть-чуть размешали заварной основы но они видят сразу свою ошибку нужно немного сливок добавить заварную основу пробить это все вместе чтобы у нас при плотный плотном креме лучше перетираются его комочки то есть когда эти комочки уже перетерты мы спокойно добавляем это в основную нашу массу и дальше уже можем перемешивать если бывает у меня такое что я вот добавила пару ложек сливок перемешала она все равно густая такая смотрю как рыхлая не рыхлая как комочками немного я туда еще пару ложек сливок еще перебила а потом только в основную часть сливок чтобы они совершенно не упали вот и тогда крем получается очень нежный и вкусный вот что еще здесь нужно сказать подогреваем наш желатин я подогревала в микроволновке буквально 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 ну в принципе я сейчас об этом чуть чуть попозже точно расскажу сейчас я вам покажу это мой корж который я уже показывала как я его делаю это у нас шоколад на кипятке или шоколадный шифоновый бисквит здесь на форму у меня если я не ошибаюсь 18-20 на одну порцию у меня получилась довольно пышный бисквит что мне достаточно его разрезать на три коржа и еще верхушку я срезала который у меня пойдет на крошку который я буду совершить соответственно потом выравнивать торт поэтому очень очень хороший рецепт возьмите себе обязательно заветку очень вкусно пахнет такой прям обалденный 10 секунд растопила желатин потом поставила еще на 5 секунд и сейчас не доводя его до кипения он чтобы растворился добавляю туда буквально грамм 10-15 молока чтобы снизить температуру желатина и он стал более текучим и не сворачивался сразу у нас в холодных сливках сливки кстати у нас охлаждены из холодильника не забывайте это всегда и потихоньку я под венчики добавляю уже желатин сюда вот поэтому у нас крем не будет не течь из желатина здесь немного то есть это не получится как суфле или еще что-то у нас немного есть густоты которые дают сливки и немного густоты дает желатин если у вас желатин неизвестной марки возьмите его немножко больше грамм 10 точно берите потому что я знаю что этот откировский желатин довольно качественный а за другой ручаться не могу и как всегда я пропитываю свои коржи приступаем мы уже к сборке не переключайтесь потому что крем мы еще не доделали я крем еще не добавляла какао то есть вы все увидите еще рецепт торта на этом не закончился то есть не думайте что если сборка началась у нас все готово на низ нашего коржика обязательно я оставлю столовую ложку крема чтобы у нас хорошие соединение было с подложкой и не ездил у нас потом наш тортик хорошо пропитываю здесь у меня если я не ошибаюсь пропитка была с коньяком то есть на 300 грамм жидкости у меня ушло где-то столовых ложек две-три ложки у меня ушло коньяка засыпала это все горячий сироп поэтому алкоголь частично выпарился остался только запах насыщенный одеваю кольцо и туда высыпаю приблизительно одну четвертую часть нашего крема белого обязательно белого рецепт тортика такого что у нас получается как два вида крема поэтому у нас внизу белая а сверху шоколадная мега шоколадный торт и внутри будут у нас эклеры с кремом то есть очень 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 вкусно просто просто пальчики оближешь я когда его мне кстати удалось его буквально покушать один раз и то для того чтобы попробовать и потом ему предлагать заказчиком вот теперь его пеку только для людей собственно пропитываю у нас 2 нижней обязательно я пропитаю снизу и сверху наши коржики накрываю нижний крем и сейчас пропитаю его сверху и мы займемся уже основной частью нашего торта основной нашей красотой и самым вкусным таким в кусочком смотрите у нас загусла наша часть вот она такая прям насыщенно шоколадно что так как ее не сильно много но она насыщенная я решила сливки не добавлять ее в сливки а сливки добавить в эту кастрюльку чтобы все весь шоколад вымокать так сказать добавляю сюда в начале одну часть сливок и перемешиваю хорошенько хорошенько чтоб со стенок у нас собрался вокруг шоколад получается очень пахучая масса такая нежная вы кстати в сливки я заварную основу варила и добавляла туда ваниль если вы не добавляли не забудьте добавить туда ваниль чтобы немного оттенялся вкус не только был шоколадный но и ванильный шоколадный так как нижний крем у нас должен тоже чем-то пахнет все собственно всю массу я сюда высыпала я уже смотрю что начинает потихонечку схватываться мой желатин поэтому работать нужно довольно быстро вот так что так чтобы по-быстрому по-быстрому смотрите я в этот раз немножко сфилонила меня не было времени и тортики мне были перед новым годом и я купила эклеры но купила эклеры я вместе где я точно знаю что внутри там не химия вот что там внутри очень хороший крем то есть это домашняя кондитерская но мне просто не было времени мы гулять ездили поэтому поэтому у меня покупные в этот раз эклеры эклеры вы можете тоже или купить у кого-то на руках с начинкой с белой хотите с творожной хотите с ванильной вот хотите можете испечь сами пожалуйста по желанию собственно я покупаю эклеры по количеству сколько мне нужно и так вот сюда у меня на этот тортик эти клетки довольно крупные вот у меня влезло сюда 6 штучек то есть кто-то делает что это можно печь кольцо такое эклерное которое разрезается наполняется с него частенько вытекает крем я с этим не хочу возиться мне лучше вот такие вот маленькие клетки и засыпаем остальной частью нашего крема то есть мы на низ положили одну третью крема и вот наверх мы две трети крема полностью заливаем наши клетки чтобы они покрылись наши шоколадным кремом очень вкусным и получается что у нас шоколадный крем такой нежный и клетчик который слегка промокнет от этого крема и внутри белый крем и это так вкусно это просто обалденно но сочетание шоколад ваниль шоколад ваниль ну просто победное и всегда нравится единственное что этот тортик всегда получается высоким не очень тяжелым но высоким так что рассчитывайте вот даже если вы его поставите слегка под пресс то все равно он как бы получится высоким за счет того что второй слой у нас такой именно конкретный где-то сантиметра 4 он у нас получается где-то на 3-4 точно смотря какие клеры и сколько крема у вас было сварено вот я слегка поставлю под пресс мой тортик пускай постоит часок и потом в холодильник на пару часов чтобы точно схватился посмотрите то что я вам говорила внизу тонкий белый и сверху насыщенный шоколадный много 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 крема как все любят и в конце вот получился у меня вот такой вот тортик я делала вот так что с вами был кекс подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх если вам понравился мой рецепт надеюсь что вам было полезно вот буду очень рада вашим отзывам подписывайтесь на мою новую группу вконтакте и там будут тоже появляться видео кому удобно смотрите там всем пока целую люблю ваш кекс и вот наш тортик в разрезе пока пока